Продолжается суд над заговорщиками, теми знаменитыми заговорщиками, которые хотели в подвал в Гомеле посадить, видимо, Лукашенко, в виде которых литературовед Федута, несчастный БНФовец Костусев, американский юрист, по-моему, чистый городской сумасшедший Юрай Зинкович этот, там и еще какие-то люди. Ну а руководил этим всем, кто? Доктор Злощедельский, по мнению следствия. И вот сегодня были, точнее вчера, 31-го вчера, были произнесены последние слова. То есть последнее слово сказал Костусев, Федута и Зинкович. Да, это интересно, интересно, значит, ну самое интересное, что сказал Федута. Значит, сказал следующее. Предыстория заговора, создание двумя белорусскими эмигрантами Дмитрием Щегельским, который теперь звезда, телезвезда, и Юрием Зинковичем, ютуб-канал с дурацким названием «Сиреневенький бесперспективняк» в начале, в апреле 2020 года, на котором они мочили белорусскую власть довольно грубо, иногда в хамких выражениях. Рано или поздно это должно было привлечь внимание нашей глубоко ранимой власти, учитывая то, что Зинкович бывал на родине, владел здесь недвижимостью, его взяли в разработку, правдоподобно полагая, что за ним кто-то стоит. Тем более два болтуна в своих передачах упорно продвигали идею, что без армии любая попытка свергнуть Лукашенко, оставаясь в рамках законодательства предложенного Лукашенко, подписанного Лукашенко, использованного Лукашенко в интересах Лукашенко, невозможно и бессмысленно. Однажды незнакомый человек сбросил мне сообщение, где предложил встретиться. Да, как говорилось в фильме, это я цитирую слово, последнее слово Федуты. Как говорилось в фильме о бедном гусаре, замолвите слово, вы взялись помогать жандарму, но это ведь наши жандармы. В фильме искренне с такой позиции не поверил даже жандарм, но мы не в фильме, а в жизни. У людей разные мотивы, я в искренне свидетеля Жураховского и его готовность помогать верил беспрекословно. Журавского. Журавский это вот та подставная, подставной генерал якобы, который типа согласился перейти на сторону народа и заманил тогда этого Зинковича в Москву, и там их словили. Первая встреча Зинковича с Журавским состоялась в Минске в конце августа, вторая в грудно 12 сентября. И именно с того дня следует отчитывать историю заговора, лидером которого почему-то считается Юрий Зинкович. Из прослушанных телефонных разговоров следует, что именно Журавский инициирует большинство разговоров, требует от Зинковича ответа, но у того нет ни денег, ни плана действий. Это вот наши заговорщики. Эта проблема коллективного Журавского без этих двух составляющих заговора не выходит. Всего на что хватает возможности Зинковича извлечь из личных сбережений 5000 долларов и выдать их на текущие расходы. Сотрудник КГБ, задачу которого входило в администрирование одного из наиболее радикальных чатов, сотрудник КГБ, который администрировал чаты, пересылает Зинковичу план «Тишина». Единственный документ, в котором четко сформулирован план убийства Лукашенко. И тот пересылает его Николаю Автуховичу и Ивану Журавскому. Но Автухович сразу видит в этом провокацию и отстраняется. План убийства первого действительно был. При этом автора этой кровавой фальшивки никто не ищет. Ну то есть это видимо КГБшники сами и сделали. Ради Романа Протасевича чуть не обанкротили всю белорусскую авиацию. А тут тишина. Можно составить словесный портрет. Даже не имитируют поиски. Ведь вдруг найдут. Журавского тем временем ждет разочарование. Амбиции Зинковича и его недовольство третистепенной ролью в оппозиции не дают ему договориться ни с одной влиятельной эмигрантской структурой. В результате у адвоката только 16 тысяч долларов и 3 тысячи белорусских рублей. Становится ясно, что Зинкович пустышка. И все же поздно отменять провокацию. Уже подняли ФСБ, уже предупредили Лукашенко. Пустышку берут. Чтобы не оправдываться, Путину докладывают о раскрытии кровавого заговора под руководством ЦРУ. Не могу. Да. Ни одна из распечаток из чатов и разговоров не содержит ничего, что можно назвать фактом. Нет имен западных или российских политиков. Функционеров спецслужб нет свидетельств о встрече кого-либо из заговорщиков с высокопоставленными белорусскими политиками и военными. Ну вот. Господин обвинитель позволил себе проиронизировать. С меня спросив, невысокие ли мотивы стали причиной моих действий. Но это так. Я мог бы взяться, например, исправлять систему образования и подготовки нынешних кадров. Я даже не об ошибках в протоколах, которых следователь в майорских погонах должен исправлять. Да. Да. Так. Произошла отрицательная селекция кадров, говорит Федута. Лояльность выше профессионализма. Я поверил в заговор, потому что хотел в него верить. Честный человек не мог не возмутиться происходящим в стране, сказал Федута. И последнее. Ну, пропускаю какие-то вещи. Высокий суд. Я обращаюсь к вам. У великого кинорежиссера Стэнли Крамера есть фильм «Нюрнбергский процесс». Он не о Большом Нюрнберге, где судили преступников войны, концлагерей и пропаганды. Он об одном из десятков процессов, на которых судили судей. Спенсер Трейси судит Барта Ланкастера. Герой Ланкастера – выдающийся юрист, выслушав показания тех, кого он осудил на лагеря, тюрьмы и даже кастрацию за нарушение законов о чистоте расы, утешает себя, мол, он соблюдал закон. Вот такое красивое слово, из которого я, конечно, понимаю, что в реальности весь этот заговор – это, конечно, оперетта. Это что-то из разряда глупостей взрослых людей, абсолютного дебилизма. И жалко, что сейчас им, конечно, впаяют какие-то гигантские сроки. Зинкович будет сидеть, Федута будет сидеть, Костусев будет сидеть. Ну, Щегельский будет интервью раздавать, тоже дело.